Легкая штука, как писал в своевремя Бродский, мы все знаем, чем она кончается. Знаем это практически из детства, но привыкнуть к этому невозможно. И сегодня, когда мы прощались с Владимира, меня поразило то, как он прекрасно любит. Это такой лежал библейский пророк. Человек абсолютно спокоен, каким он и был в жизни, выдержан. Точная формулировка доброжелательной и мужественной. Это было замечательно, с ним общаться. Когда сегодня по законам церкви, скажем, певчи обращались в вечную память, я подумал, что вообще-то Лазарь, несмотря на трудности его жизни, жизнь была замечательной. Начну с того, что ему не пришлось сидеть в лагерях и в тюрниках. Он сделал огромное количество работ, классных. Работ, которые оказались рождены не, скажем, его руками, а рождены где-то там столетия и, может быть, тысячелетия тому назад. Я об этом даже писал, что кажется, что они жили вечно. И вот некая, скажем, образ такого библейского пророка у него был и при жизни, не только сегодня, на котором мы видим. И работы у него были такие же. И говоря об этом, я хочу, чтобы вы вспомнили о том, что уж кому-кому, а Лазарю, скажем, вечная жизнь его рабов обеспечена. Обеспечена. И то, что сегодня Юрий Чернов сказал по поводу того, что они еще будут снова открыты, это точно. Я только еще раз могу сказать на прощение, что я был счастлив, что у меня был такой добрый. И я счастлив, что у него такие росты. Я счастлив, что у него такой замечательный сын. Спасибо большое. Спасибо.